Бывает ли у вас, что вы просыпаетесь утром и без какой-либо причины вы чувствуете себя просто ужасно? Если это происходит хотя бы два-три раза в год, если дело обстоит так, то перед сном вам нужно делать определенные вещи. Это очень важно, потому что вам необходимо понимать, что во сне вы можете создать либо очень много хорошего, либо очень много плохого, что-то приятное или неприятное. Во сне вы можете вынашивать их с большой эффективностью, непрерывно. Вы также можете вынашивать их и в течение дня. Над днем присутствует огромное количество отвлекающих факторов, так что это не происходит с той же эффективностью. Но если у вас есть такая склонность, что вы ложитесь спать, а утром просыпаетесь и чувствуете себя ужасно, без какой-либо причины, это значит, что ночью вы вынашиваете что-то с большой эффективностью. И речь не только о психологических проблемах. Через какое-то время это может привести к серьезным физиологическим проблемам. Очень важно, чтобы вы устранили такие вещи из своей жизни. Перед тем, как ложиться спать, необходимо позаботиться о нескольких аспектах. Употреблять мясо или любую другую пищу лучше всего хотя бы за 3-4 часа до того, как ложиться спать, чтобы пищеварительный процесс завершился. Просто выпейте немного воды и ложитесь спать. Вы увидите, что это поможет. Одна простая вещь это душ перед сном. Всегда принимайте душ перед сном. Это многое может изменить. В такой погоде, как здесь, принимать холодный душ может быть сложно. Поэтому можно принимать слегка теплый душ. Но главное не принимать горячий душ перед сном. Принимайте прохладный душ. Это может вас взбодрить. И вам может показаться, ой, не могу заснуть. Не имеет значения. Даже если вы заснете на 15-20 минут позже или на полчаса позже, вы будете спать гораздо лучше. Потому что это избавит вас от определенных вещей. Когда вы принимаете душ, вы не просто смываете из себя грязь. Вы замечали, что если вы очень напряжены или встревожены, обыкновенный душ помогает снять эти ощущения, как будто гора сваливается с плеч. Замечали такое? Так что дело не только в том, чтобы смыть грязь. Когда поток воды течет по вашему телу, происходит много всего. Это в некотором роде простейшая форма практики Будда Шудди. Потому что более 70% вашего тела составляет вода. И когда вода течет по телу, происходит определенное очищение, помимо очищения кожи. Еще одна вещь, которую вы можете делать. Зажигайте лампу с органическим маслом. Фитиль из хлопка и немного масла. Какое масло вы обычно используете, когда готовите? Льняное масло, масло рисовых отрубей или кунжутное масло. Какое масло у вас продается? Оливковое масло тоже хорошо. Любое органическое масло и фитиль из хлопка. Просто зажигайте небольшую лампу в комнате, где вы спите. Вы увидите, что все эти вещи полностью исчезнут. Также существуют специальные вечерние практики йоги, которые выполняются непосредственно перед сном. Сидя в кровати, вы можете выполнять эти практики. Если вы хотите практиковать ишикрию, вы можете найти ее в интернете. Вы знали, что за 60 лет жизни в среднем большинство людей съедают от 11 до 14 тонн пищи. Это значит, что даже то, что вы считаете своим телом, таковым не является. Оно меняется каждый день. В организм вводятся новые ресурсы, а старые убираются. Итак, 14 тонн. Вам сейчас не нужно нести такой большой вес. Очевидно, что то, что у вас есть как тело прямо сейчас, это просто временное количество пищи и почвы. Не так ли? Так что то, что вы считаете своим, таковым тоже не является. Оно просто меняется все время. Сегодня вечером, прежде чем лечь спать, потратьте по крайней мере 12-15 минут на то, чтобы напомнить себе, вы не являетесь ни этим телом, ни этим умом. Просто ложитесь и напоминайте себе, что вы не это тело. Сейчас тело принадлежит мне, но на самом деле это не я. Если вы не в состоянии сделать это, просто свяжите это со своим дыханием. Вдох, я не тело, выдох, я даже не ум. Просто полежите 12 минут и выполняйте это до того момента, пока не заснете. Это то, на что вы должны обратить внимание. «Музыка» «Музыка» Субтитры подогнал «Симон»